Надоели уже кричать, соседи... Перед началом видео я извиняюсь перед вами, что эти люди, которые там живут, так орут. Кричат. Вы послушайте. Как можно так кричать, я не понимаю. Так, в школу я сходил, кота покормил, дома убрал. Можно снимать видео. Ну что ж, ребят, всем привет, меня зовут Игорь Прайкс, и вот мое новое видео. Ну, как вы догадались, по описанию это будут факты обо мне, которые я уже думал снять... ...еще с сентября месяца. Ну давайте приступим. Все люди знают, что каждый человек по-своему индивидуален. У каждого свои тараканы в голове. Ну, сегодня я расскажу о себе, о своих фактах. Первый факт обо мне, наверное, очень странный. Это то, что я, как немногие люди, не играю в игры. Да, есть такой человек, который не играет в игры, это я. Вы можете думать обо мне, что хотите, мне просто пофиг. Я имею в виду хейтеров, которые уже начали у меня появляться. Я не люблю играть в игры. Компьютер я беру, получается, раз в неделю, это я монтирую видео. И могу компьютер взять, там может что-нибудь посмотреть по домашней работе, музыку купить. Они задают вопросы. Играешь в Майнкрафт? А я пишу. Нет, я не играю в эту игру. Далее, тоже факт такой, мне кажется, чуть-чуть странный. Это то, что я не люблю мороженое. Что? Я просто не люблю мороженое. Все. И, в общем-то, у меня получается всегда так, что я говорю людям, я не люблю мороженое. И они начинают на меня так косо смотреть, таким взглядом. Мол, ты пацанчик с нашей планеты. Третий факт. Это то, что я жить не могу без котеек. Факт под номером четыре. Я очень редко гуляю. Я очень домашний человек. Единственное, я помню, гулял до самого вечера. А сейчас я очень редко гуляю, потому что у меня много дел. У меня такой график, такой своеобразный. Это школа, домашнее задание, отдых дома, какие-то дела по дому, прослушивание музыки, которая у меня занимает очень много времени. Ну и, конечно, там. Я выхожу на улицу, там может сходить в магазин или что-то еще, но я очень редко гуляю. Я люблю смеяться, ржать. Я смеюсь очень часто, меня могут рассмешить. Вообще любые вещи, даже сейчас, смотрите. Я вставлял в своем прошлом видео момент, где девушка с парнем прыгают с самолета с парашютом. Меня так рассмешил один момент, где девушка сказала не очень такое приличное слово. Ну, поставил звук, чтобы закрыть мат. Миша, Миша! Ой, ты никуда от меня не уйдёшь, Миша, Миша, ты никуда не уйдёшь, Миша? Как он может уйти, если он на параш... Снежа на парашюте? Вот, в общем, так вот. Я смеюсь над любимыми видео смешными, и всё. Некоторых интересовал мой никнейм Прайкс. Как-то я в одном видео сказал, что мне приснилось во сне название моего канала. Мой никнейм пошёл от названия крекеров, которые я ел в прошлом выпуске «Вызов принят». Крекеры называются Приксы. Я просто попробовал написать слово Приксы на английском языке, и получилось вот так. И получается, что вот эта вот буква, она читается I. И я просто взял, прочитал, и у меня получилось Прайкс. Да, мне просто пришла во сне идея связать свой никнейм с каким-нибудь предметом. Конечно, понравился этот никнейм, так как я очень долго думал, какой бы мне никнейм создать. И далее, самый наностранный факт. У меня трипофобия. Трипофобия. Боязнь скопления отверстий. Люди, страдающие трипофобией, боятся предметов со множеством маленьких отверстий, а не ассоциируются у них с опасностью. Пока эту разновидность страхов не включили в официальный список фобий, хотя ей, по некоторым данным, страдают тысячи людей. Трипофоба боятся таких предметов, как медовые соты, губки или растения, имеющие множество маленьких отверстий. Симптомами трипофобии могут стать тошнота, зуд и даже панические атаки. Вот честно, я как вижу, я покрываюсь мурашками, меня начинает тошнить почему-то, ну... Ну вот и всё, наверное, факты мои самые интересные обо мне закончились. Если же вам понравилось это видео, поставьте мне палец вверх, подпишитесь на мой канал, если вы этого не сделали. В описании, как всегда, будет ссылка на страницу мою ВКонтакте, на группу мою ВКонтакте. И, да, видео с моей мамой я планирую снять уже на следующей неделе. И если ничего не изменится, то ждите это видео в следующее воскресенье. Ну, а если вдруг, конечно, если какие-то у нас планы поменяются, или мы, может, уедем на выходные на дачу, то я, конечно же, напишу просто, чтобы вы не ждали видео, а там ждали, может, во вторник, в среду, ну, как получится. Ну, я надеюсь, что я сниму с мамой видео в субботу и уже выложу его в следующее воскресенье. Напоследок, в конец этого видео я хочу вам сказать спасибо вам большое, ребята, по-настоящему спасибо за то, что вы со мной, за то, что вы меня смотрите. Я безумно счастлив просто от того, что я нашёл тех людей, которые думают так же, как и я, мои единомышленники. Счастлив ещё от того, что вы добавляетесь ко мне. Это просто, ну, такое ощущение приятное, что я нравлюсь людям, люди подписываются на меня. Вот вас стало ещё чуточку больше. За сегодняшний день нас собиралось ещё 4 подписчика. Вы бы просто видели, как я был счастлив. Я не знаю, это не просто не передать словами. Спасибо вам за то, что вы со мной. И ждите от меня новых следующих видео. Я вас очень всех сильно люблю. С вами был я, Игорь Прайкс. И всем пока.